Добрый вечер всем, кто на Щелковском. Программа «Диалог», как всегда, по вторникам с вами. Этот выпуск проведу для вас я, Ирина Микеда. Звоните к нам в студию прямого эфира по телефону 56-714-40-714-50. У меня сегодня интересный гость – директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Погданова. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы встречались с тобой ровно год назад и тогда говорили о формировании нового музейного пространства на третьем этаже здания, которое было передано вам, отремонтировано и на тот момент оно еще только оформлялось. С тех пор, практически за год, в жизни музея произошло тоже немало изменений. Расскажешь сегодня? Конечно, обязательно. Много очень новых проектов. Обязательно об этом поговорим. Этому сегодня мы и посвятим нашу программу. А во-первых, расскажи, что это ты принесла с собой? Я принесла новое ежемесячное музейное издание, которое будет выпускаться в Щелковском историко-краеведческом музее «Музейный листок». Тебе первый номер презентую. Он только вышел, да? Да, сегодня мы для посетителей его предложили уже у нас в музее. Это издание будет рассказывать об истории Щелковского края, то есть о краеведении, о новых публикациях, о новых книгах, различные анонсы об искусстве, о выставках, которые проходят в музеях городского округа Щелково. Не только в нашем музее. Это выставочные проекты, которые проходят в библиотеках. И это издание мы будем предлагать не только в нашем музее, но и в музее усадьбы Фрианово, и в нашей библиотечной системе городского округа. Уже такая договоренность с директорами этих учреждений есть. Каждый месяц. Каждый месяц, да. Дело для нас новое. Да, кстати, ничего подобного я не помню. Да, ни разу мы, музей такой работой не занимался. Но у нас сейчас подобрался такой состав сотрудников, что мы можем себе позволить выпускать музейный листок. Кстати, хотела сказать, что это издание будет бесплатное для посетителей. Его можно будет взять, не платив деньги, и с собой забрать, и на месте почитать. И мы ждем обратной связи, конечно, конструктивных замечаний. И, в общем-то, думаю, что оно будет популярное. Такая вот штука, если меня видно, да, меня видно, вот. Три листика. Три листика. Но это не обязательно такой формат. Он может быть и два листика, и три листика, и четыре листика. Все зависит от того материала, который будет на тот момент времени, когда мы будем выпускать это издание. Ты, вот не только год назад, и раньше, ты говорила, что хочешь, мечтаешь открыть филиалы нашего музея по всему району на тот момент еще. И это в прошедшем году получилось. Открыт отдел истории авиации Челковского историко-краеведческого музея в Чкаловском дворце культуры имени Чкалова. Да, мы открыли. Я предлагаю посмотреть нам сейчас видео о том, как выглядит этот отдел. Расскажи, как возникла идея, как подбирали тематику, как подбирали экспонаты. Ну, прежде всего, эта идея возникла не у нас, а у ветеранов, которые проживают в поселке, в микрорайоне Чкаловский. Несколько обращений было в администрацию об открытии музея. Хотелось бы поблагодарить моих коллег в ДК Чкалова. Они предоставили нам прекрасный зал, почти 70 квадратных метров, который мы сейчас используем под экспозицию. Также они частично за свой счет приобрели оборудование. Все, что представлено на этих выставочных площадях, это собиралось несколько лет нашим музеям. Это макеты, фотографии, документы. И мы продолжаем эту работу. И эта экспозиция, она не мертвая, она будет меняться постоянно. Плюс мы еще будем использовать ее под различные выставки. Вот, к примеру, 18 августа 2020 года пройдет там выставка, очень интересная выставка фотографий, естественно, связанных с авиацией, не только военной, но и гражданской. Профессиональные фотографы, которые имеют доступ к фотографированию самолетов, представят там свои работы. Творческий союз художников России пошел нам навстречу и сделает такую выставку именно там. А сейчас здесь, прежде всего, конечно, представлена информация и модели самолетов, и различные техники советского времени. Ты говоришь, что вы брали из ваших фондов экспонаты. У нас сейчас есть возможность обратиться к ветеранам, к каким-то представителям маленьких музеев, школьных, частных собраний. Вы готовы, наверное, с ними наладить сотрудничество, если они передадут вам временно или на постоянной основе какие-то экспонаты? Конечно. У нас даже там большое-большое объявление висит о том, по какому телефону обращаться, контактные лица. У нас есть сотрудник, очень ответственный там, смотритель, который обязательно говорит о том, что мы принимаем экспонаты даже не всегда на постоянное, иногда и на временное хранение. Если это документы из личных архивов, фотографии, мы можем сделать копии, которые оставим для экспозиции, а подлинники вернем обратно в семью. Поэтому вариантов сотрудничества много. Мне показалось, что при том объеме информации по авиации и значении авиации для нашего края Щелковского, все-таки там как-то хотелось бы более насыщенную экспозицию. Хотя место там есть, но когда я тебя спросила, почему оно пустует, оно не пустует. Почему оно не пустует, мы тоже сейчас расскажем, потому что это еще один ваш проект. И вот о нем, во первых строках первого номера музейного листка, это лекторий Щелковского историко-краеведческого музея. Не будем далеко от Чкаловского отдела уходить. Давай я предлагаю посмотреть сейчас репортаж, который у нас выходил в новостях, про одну из лекций интересных. А потом мы с тобой продолжим обсуждать. Отдел истории авиации Щелковского историко-краеведческого музея доходится во Дворце культуры имени Чкалова. До лекции, приуроченную к 80-летию первого полета бомбардировщика Пе-2, собрались жители, ветераны-летчики, кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Само название лекции «Пешка, которая вышла в Ферзик», говорит о том значении, которое имел этот самолет для победы в Великой Отечественной войне. За годы войны и перед войной было построено 12 тысяч бомбардировщиков Пе-2. Они, соответственно, почти все, кроме тыловых частей, участвовали в войне. Повторюсь, это самый массовый тип бомбардировщиков в нашей стране в годы войны. Бомбили все, что угодно. Они и на флотах использовались, и на всех фронтах. Юбилей легендарного бомбардировщика Пе-2 для жителей Чкаловской – это событие знаковое, имеющее отношение к истории бывшего военного городка. Здесь, на аэродроме, будущую главную ударную силу авиации готовили к запуску в серийное производство. В воздухе проверяли узлы и механизмы чкаловские летчики-испытатели. Здесь же, на Щелковской земле, в Болшево, прошла конструкторская разработка самолета. Ну, начать с того, что его подняли в первый полет в декабре 1939 года с Чкаловского аэродрома, подняли его летчик Стефановский, житель Чкаловского поселка, где улица его именем названа. Штурманом был Никитин, житель опять-таки Чкаловской. И второй момент, 5 июля 1941 года с Чкаловского аэродрома на фронт улетел 410-й авиационный полк особого назначения, созданный из летчиков-испытателей НИИВВС на самолетах Пе-2. На Чкаловской проживает летчица, ветеран Великой Отечественной войны, совершившая 36 боевых вылетов в качестве штурмана-бомбардировщика Пе-2 Галина Павловна Брок-Бельцовой. Ее рассказ о далеком грозовом времени показали на юбилейной лекции. Нам говорили, какой страх, куда? Никакого страха. Вот что удивительно, говоря, помните, у Юлии Друйна, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Нет страха. Зло. В завершении лекции «Портрет Галины Павловны Брок-Бельцовой», председатель Щелковского местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, заслуженный военный летчик Юрий Ресницкий передал сотрудникам историка Краеведческого музея. Андрей Цаханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Спасибо. Вот такой вот репортаж о лектории, который открылся за минувший год в Щелковском историко-краеведческом музее. К этой теме вернемся через пару минут, а сейчас у нас звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Федор. Хотел задать директору музея Наталье Владимировне вопрос. В январе в музее прошел совершенно замечательный спектакль «Последний СССР», очень органично вписавшийся в интерьер музея и в экспозицию музея. Хотелось бы узнать, будет ли продолжение подобных мероприятий? И будут ли мероприятия музыкальные, общение с интересными людьми запланированы в музее в дальнейшем? Спасибо. Спасибо за вопрос. Наталья Владимировна, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Конечно, мы на постоянной основе сотрудничаем с труппой Щелковского театра, театрально-концертного комплекса. Но в этот раз у нас был эксперимент. Актер театра и кино Андрей Трубин предложил свое видение на творчество Высоцкого. Он является автором и единственным исполнителем. Это был такой иммерсивный спектакль, где предлагалось поучаствовать самим зрителям. Аудитория подразумевалась 20 человек всего лишь навсего, потому что залы экспозиции не такие большие, и большую аудиторию мы собрать не можем. Ну и там хотелось такого контакта со зрителем. Я считаю, что спектакль прошел очень успешно. Отзывы зрителей были только положительные. И я думаю, что, конечно, мы однозначно с Андреем продолжим сотрудничество. У нас сейчас запланирован музыкальный спектакль, где Андрей участвует и музыкант, и композитор Роман Галиев. На 6 мая мы запланировали этот спектакль. Мы об этом будем сообщать на нашем сайте и в соцсетях. И традиционно концерты распланированы на этот год. Я не буду их перечислять, это просто идет много времени. И предлагаю подписаться на наши страницы в социальных сетях и смотреть наш сайт. Мы достаточно заблаговременно предлагаем все наши творческие проекты, которые иногда кажутся, что и не свойственны музею. Но, оказывается, все, видите, как удачно получается. Спасибо за положительный отзыв. Я думаю, что Андрею тоже будет это очень приятно. Вопрос был, будут ли встречи с интересными людьми. Но, собственно, я возвращаюсь к лектории. Ваши лекторы тоже весьма интересные люди. Некоторых я знаю. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как вообще возникла вот эта идея лектории открыть? Мне казалось, что это раньше было популярно, а сейчас, судя по количеству посетителей, тоже, да? Да. Вы знаете, это все из опыта, естественно. Когда мы проводили такие наши крупные мероприятия, как «Ночь музеев» и «Ночь искусств», мы часто проводим творческие встречи с различными людьми искусства. И посмотрели, что такая форма общения зрителю очень интересна, нашему посетителю, нашему гостю. И, кроме того, что это дает некие знания, это еще и такой прямой диалог. И, мне кажется, лекция, она отличается от экскурсии именно тем, что можно задать очень много вопросов лектору. Вот мы с вами смотрели репортаж. Лекцию там вел Андрей Симонов. Это человек, который на протяжении последних 10 лет скрупулезно изучает историю авиации, авиаторов, жизнь их, их подвиги. И он является автором более 60 документальных сюжетов для фильмов канала «Звезда» и канала «Россия». Я считаю, что уровень его лекций очень высок, не только для нашего небольшого музея, но и для даже профессионального сообщества. Среди лекторов Алексей Воробьев, архитектор, который очень много сделал, я считаю, для нашего города и для нашего музея. Хотела бы напомнить нашим зрителям, что он является автором архитектурной концепции музейного пространства Щелковского историко-краеведческого музея. В частности? В частности, да. Ну и Молодежная набережная, и Парковая, и много, в общем-то, зона общественных по всей Московской области. И я очень рада, что он согласился, потому что загруженный очень график у него. Я удивилась, как он вообще время-то находит. Да, по субботам раз в месяц он будет проводить лекции об архитектуре. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что я не видела равнодушных людей, уходящих с его творческих встреч. И лекции он может часами читать, и это будет интересно зрителю все время. Это моя коллега Екатерина Евгеньевна Чернова, директор усадьбы Фрианова, музея усадьбы Фрианова. Она проведет несколько лекций об усадьбах. И наш старшинаучный сотрудник, Смелкова Анна Юрьевна, которая будет основной часть лекций вести об истории города Щелково. Потому что я хотела бы напомнить нашим зрителям, что в этом году исполняется 95 лет со дня рождения нашего прекрасного города. Меня недавно спросили, попросили, вернее, задать тебе вопрос, как можно устроить выставку в стенах музея. И ты сказала, что пока никак, потому что расписано все больше, чем на год вперед. Это направление организации выставок, особенно с появлением нового выставочного пространства на третьем этаже, оно у вас, может быть, на данный момент самое популярное. Я предлагаю об этом поговорить. Поговорить на примере одной из выставок, недавно прошедших. Давайте посмотрим видео. А ты, пожалуйста, расскажи, что интересного было, будет на эту тему. Это была выставка народного художника. Да, народного художника Российской Федерации Любовь Ивановна Савельева и стекло «Киранка как графика». Параллельно, кстати, с этой выставкой в Музее декоративно-прикладного искусства проходила выставка стекла. И там тоже были предметы искусства Любовь Ивановна. Я хочу сказать, что в стенах нашего музея это первый раз у нас был народный художник. Я считаю, что это уже некий уровень. Потрясающее стекло у Любови Ивановны. Интересная стихографика на стенах. Кто был на выставке, отметил это. Любовь Ивановна любезно привезла свои книги по искусству со своими произведениями искусства. И, кстати говоря, когда закончилась выставка, она сделала подарок музею. Это очень красивое произведение из стекла и меди. Ангел. Теперь сейчас у нас небольшая выставка на антресолях нашего музея называется «Искусство подарок». И мы представили все те подарки, которые художники дарят нам после окончания выставки. Это традиция такая. Это такая традиция. Мы не настаиваем. Не принудительная традиция. Добровольная. Мы не настаиваем, но нам очень приятно, что они оставляют на Щелковской земле свой след в виде своих произведений искусства. Выставочный зал, вы правы, у нас очень популярен. И он имеет очень хорошую форму, имеется в виду, это тоже важно, кстати, для экспозиции, хорошую площадь, оборудован очень современно, красивыми стенами, оборудован, цветом хорошим, витринами. В общем, любую выставку можно в этом зале показать. Но очередь. Очередь, да. Я бы сказала, на два года вперед очередь. Уже на два. Да. Сейчас мы уже планируем 21-22 год. Это хорошо, правда? Это просто замечательно. Давай тогда о сегодняшнем дне поговорим, а вернее даже покажем репортаж о выставке, которая сейчас проходит, недавно открылась, формула образа она называется. Запустите, пожалуйста. Извечная формула, гармония, форма и содержание. Форма и образ. Название выставки Юрия Злоти, заслуженного художника России, скульптора, автора многих памятников, говорит само за себя. Десятки работ, скульптуры, графика, с первых секунд приковывают внимание. Художнику на всяких этапах его творческого пути все-таки важно найти свой язык, и этот индивидуальный язык иногда утекает в сторону в поиска формы. По мере взросления, по мере становления художник обретает смысл того, что он делает и пытается усилить эту форму содержания. 21 произведение скульптуры и около 20 графика. Так довольно масштабно в Щелковском историко-краеведческом музее работа автора представлена впервые. Однако и ранее у щелковцев и гостей нашего города была возможность полюбоваться произведениями автора на одной из выставок, а именно проекта Фонда культурных инициатив Московской области «Святые защитники земли русской», который был представлен в июле прошлого года. Так родилась идея персональной выставки. Это житейское знакомство, которое привезло в такое красивое музейное выставочное художественное сотрудничество. Спасибо вам, Юрий Викторович, что так нам отказали, что помогли с экспозицией, что все так удачно вышло. Я считаю, что для нас это большая честь приветствовать в этом прекрасном здании, в этом музее, с этой красивой, интересной выставкой. Я хочу пожелать всем приятного провести время. Это действительно замечательный музей. Мы объездили, наверное, в большую половину Московской области, посмотрели, все разных музеи были, а здесь действительно храмы музея. И мне хотелось сегодня какую-то приятную миссию и пунктам поручить благодарственного письма за помощь в реализации социального проекта «Святые защитники земли Русской» в рамках гранта президента Российской Федерации, который проводился здесь, Богдана Анатольевна Владимировна. Спасибо вам огромное за то, что да. Ну и коллективом. На этот раз музей впервые открывает выставку для ценителей скульптуры. Эмоциональность, неординарные решения для художника важно передать свои ощущения. Сама же выставка рассчитана на взрослую публику. Возрастной ценз 14+. Выставка все-таки взрослая, подчеркну это. Безусловно, детям, которые обучаются в художественных школах, это тоже будет интересно и полезно посетить эту выставку, может быть, даже и моложе. Но выставка именно на подготовленного зрителя. Каждая из представленных работ заставляет остановиться, выглядеться в каждую деталь и задуматься. Ну а увидеть эту выставку может каждый до конца марта. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Вот такая выставка, можно приходить прямо завтра. Завтра музей ровно. Конечно, да. Можно. До 29 марта приходить на эту выставку. Раскроешь секрет, какие, может быть, еще в планах не на через два года, а через год ближайший. И как часто они будут меняться? Раз в месяц? Сменность выставок в нашем выставочном зале месяц-полтора. Наиболее значимые выставки мы всегда готовим к дню города, к дню городского округа. Конечно, две очень значимые выставки будут открываться в августе с переходом на сентябрь. Это выставка о традиционной русской культуре. Первый раз мы так ее полно покажем. Она полностью из нашего фонда. И мы привлекаем еще частных коллекционеров. И будем проводить серию мастер-классов по традиционной русской культуре. Концерты будут в рамках этой выставки. И глиняная традиционная русская игрушка это будет в выставочном зале. Это исключительно частная коллекция, коллекция Клевцовых, жителей городского округа нашего. Такое интересное предложение было с их стороны, которое я поддержала. Потому что глиняную игрушку ни разу тоже не показывали. Я считаю, что это два выставочных проекта, которые ближайшие и наиболее знаковые. А меня порадовало, что вы будете делать выставку из своих фондов. Мне кажется, у вас их хватит не на одну выставку. Да, потому что кто был на выставке у нас советский стиль «Время, люди, вещи», большая часть это наши фонды. Небольшой раздел представлен был фондами усадьбы Фрянова и дополнен прекрасными работами фотохудожника Яна Булажа. Лучше один раз увидеть, чем ты сейчас рассказала. Мы сейчас на несколько минут прервемся на рекламу, а потом вернемся и поподробнее расскажем о выставке «Советский стиль», тем более, что она до сих пор еще есть. Можно ее прийти в музей и увидеть. А сейчас несколько минут рекламы. Возвращаемся в программу «Диалог». Спасибо, что вы остались с нами. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова. И пару минут назад мы пообещали, что мы расскажем вам про выставку «Советский стиль», которая выставка или экспозиция такая? Это выставка. Временная, но затянувшаяся. Выставочный проект. Вот так, мне больше нравится, что мы про него расскажем подробнее и даже покажем. Покажем репортаж Михаила Налетова очень, на мой взгляд, содержательный. и потом поговорим поговорим поподробнее. Давайте посмотрим. Это было время какого-то светлого, радостного существования и светлых, радостных, безоблачных надежд. Вот это объединяло всех, кто-то дождь. «Время, люди и вещи». Выставка с таким названием открылась в Щелковском историко-кровическом музее. Совместный проект музея и фотохудожника Яна Булаж переносит посетителей в эпоху праздничных демонстраций и ожиданий светлого будущего. Об этом советскому покупателю напоминали бытовая техника, одежда, личные аксессуары, детские игрушки. Предметы появились в музее по-разному. Что-то приносили дарители, а парта с инвентарным номером «Заголянская школа номер один» нашлась случайно. Неотъемлемый атрибут учебного класса помог отреставрировать Максим Столбов на предприятии «Лидер». Мебели вернули первоначальный цвет. С этой парты мы сняли то ли 30, то ли 40 слоев краски. Если вот срез сделать, это, наверное, радуга была бы. У нас есть материальная база, есть специалисты, реставраторы, как Николай Степанович Шалатонов. У него золотые руки. Но это история, это было приятно сделать такой подарок для музея. Мода в стране советов подчеркивала в одежде простоту и практичность, как и в украшениях, хотя были и исключения. Из коллекции предметов выделяется венок с названием «Цветы», ручной работы, изготовленный из капелек воска, проволоки и бумаги. Полноту выставки придали работы щелковского фотографа Яны Булаш. Наши современники в одежде того времени запечатлены в интерьерах Фряновского музея, библиотеки Звездного городка, коммунальной квартиры в Коломне. Мне сам ближе в 80-е, потому что я их помню, а вообще очень 60-е интересные года. Была мода интересная, причем я как смотрю, 60-е сейчас года очень хорошо в моду входит. Ряд экспонатов предоставили историко-кривический музей, усадьба Фрянова, коллекционеры Сергей Клевцов и дарители музея. В выставочном проекте намеренно отсутствуют документы и общественно-политические оценки, чтобы посетители через предметы ощутили стремительно уходящее прошлое. «Сохранить, передать, а музей позволяет даже потрогать, почувствовать, откунуться в дух того времени, это очень нужное и важное дело». Первые посетители смогли увидеть сценки из популярных советских кинофильмов в исполнении артистов Щелковского театра. Один из эпизодов включал показ мод «Дефиле девушек в вечерних платьях брежневской эпохи». Время – люди – вещи. В советский период промышленность уделяла большое внимание бытовым условиям граждан. Это и фотоаппарат, кстати, тогда дома проявляли те самые пленки и печатали фотографии. Ну и, конечно же, радиоприемник их было огромное количество. Были даже и такие с пультом управления. Ну, правда, вот с таким проводом. Здесь можно выбрать радиостанции, УКВ, СВ и автономный режим работы. Что-то из нынешней выставки войдет в постоянную экспозицию Кровеческого музея. Ее начнут формировать уже в следующем году. Побывать в уютной атмосфере прошлого, почувствовать скорость технического прогресса можно уже сегодня. Выставка работает до 15 марта. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Вот свойственная ностальгия нашему человеку и выставка на самом деле очень классная для тех, кто хоть немножко застал советский период. Но с Михаилом, видимо, в той или иной степени застали. Я присоединяюсь к вам. Я тоже это время застала. И поэтому проект не закрывается. Нет, почему он такой длительный? Потому что проекты разные бывают. Музейные проекты доходят до полугода, смотря сколько в них вложено. И если мы видим, что он популярен, этот проект нашим гостям, то почему бы его не продлить? Тем более, он не в выставочном зале находится, а в экспозиции, которая планируется для создания именно экспозиции мирного советского времени, к которой мы приступим в этом году. И часть экспозиции будет создана начиная с революции до предвоенного времени. То есть, когда закроется вот этот советский период экспозиция? Пройдет там еще две выставочки. И мы к октябрю на Ночь искусств откроем кусок экспозиции о советском времени. До какого числа еще можно? Кто сейчас, кто еще не был, но увидел и заинтересовался? До 15 марта. О, время-то еще есть. Приходите и смотрите. Тем более, проект вошел в финал конкурса Министерства культуры Московской области лучшей по профессии Алифтина, наш художник, который занимался этим проектом, как лучший музейный проект его выдвинула. И вошла в финал с тремя другими восточными проектами. Совсем откроем. По-моему, советский период не очень застал. Нет, но она очень прониклась, и я считаю, что у нее все удачно получилось, все получилось с точки зрения художественной работы и подбора экспонатов, и распределения этого пространства, чтобы зритель не устал. И, конечно, Яне было аж спасибо большое за то, что она с нами так посотрудничала. Я считаю, что вот эти ее работы, которые на этой выставке представлены, одни из самых удачных ее работ. Соглашусь. Вот, мне кажется, она тоже полюбила это время. Хотя тоже его не очень застало. Наверное, да. Силу возраста. Конкурс продолжается? В котором участвует проект? Да, он не продолжается, подводятся итоги. И в середине марта мы узнаем, кто же победитель. Ну, желаю, желаю уже от всей души победы вам. Хорошо, спасибо. А у нас есть звонок через зрителей. Давай послушаем. Спасибо. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Мы слушаем вас. Слушаем. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. У меня вопрос к Наталье. Раньше, в 70-е годы, в 9-й школе, это ныне клуб романтики, была очень прекрасная экспозиция по малой земле. Там клуб был поиск имени Цивы Регоича Кунника. С оригинальными экспонатами. Хотелось бы узнать, где он сейчас судьбу его задать. Спасибо. Спасибо. Есть информация? Я не обладаю такой информацией. Я даже уверена, что музея ее точно нет. В музее есть то, что нам передавали. Значит, нам ее не передавали. Я достаточно хорошо знаю наши фонды. Если это большой материал, целостный был, как некий небольшой экспозиционный, музейный такой, маленький музей, будем так говорить. И если бы он был передан, я бы об этом точно знала. Значит, его у нас нет. Но, может быть, обратиться в романтик и узнать, где эти материалы. Это можно сделать и самому нашему зрителю. Он может обратиться в романтик. Или обратиться к нам, и мы с его запросом обратимся в романтик. Спасибо. Но часть ответа на вопрос он точно получил. Для этой экспозиции у вас фондов нет. А у нас есть следующий вопрос у телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста, вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Роман зовут. Добрый вечер. Это Ирина Наталья Владимировна. Добрый вечер. В курсе что-то в настоящее время многие музеи присоединяются к глобальному движению. Центровых открытых данных предоставляют неограниченный доступ своим архивам, фотографиям, базам знаний. В связи с этим возник вопрос есть ли возможности нашего музея развиваться в данном направлении. Спасибо. Очень интересный вопрос. Я хочу сказать, что наше государство об этом позаботилось. Создало госкаталог Музейного фонда Российской Федерации, куда мы отправляем все наши предметы в оцифрованном виде. Это не только документы и сам предмет, сфотографированный со множества сторон с описанием. Если вы зайдете на сайт государственного каталога и выберите поисковые строки наш музей, вы увидите, что около 4 тысяч экспонатов уже там основного фонда уже там помещены. Конечно, наверное, не все с первого раза смогут справиться с вот этой поисковой системой госкаталога. Но если к ней привыкнуть и понять, как она работает, то все можно посмотреть и узнать. Плюс мы сами то, что мы оцифровываем и передаем государственный каталог, это все остается у нас. и в дальнейшем при смене экспозиции на первом этаже, а мы ее планируем, несмотря ни на что, предполагалось создание библиотеки, где вот эти оцифрованные материалы в более простом доступе будут предлагаться нашим посетителям, которые занимаются изучением истории. пока вот такие шаги мы предпринимаем. Но я по голосу услышу, что зритель молодой и мне кажется, еще подразумевается, что в музее нет мультимеди, которая бы более подробно рассказывала о существующих экспозициях. Как-то не печально? Нет. И мы стремимся к этому, из-за ограниченности бюджета, к сожалению, воплотить наши идеи мы не можем пока на данном этапе. Но я думаю, что все не стоит на месте, все меняется. Подготовку мы все равно ведем. Ведем оцифровку предметов и документов. Спасибо. Вопрос, который я не могу тебе не задать. Совсем скоро большая светлая дата будет отмечаться не только в нашей стране, но и с преувеличением в мире 75-летие победы. Вопрос, как музей готовится к этой дате, какие планируются мероприятия. А твой ответ проиллюстрировать я предлагаю видеорядом постоянной экспозиции о военном времени, которая тоже меньше года назад появилась на третьем этаже выставочного пространства вашего. Расскажи, пожалуйста, какая подготовка идет, чего ждать по вашему музейному направлению к 75-летию победы? В 2019 году мы сделали первый такой шаг. Крупная у нас часть экспозиции на третьем этаже это зал воин. И первая часть вот этой постоянной экспозиции создана. Предполагалось, что в этом году мы создадим вторую часть, это мультимедийный проект, в котором были бы представлены все наши щелковцы, уроженцы щелковые, призванные щелковским военкоматом на фронт. И как раз мультимедийный стол, который мы планировали, мы хотели бы использовать вот для такого полного показа истории этих людей и истории предприятий, на которых эти люди работали. Но, к сожалению, как я сказала, в этом году у нас ограниченный бюджет, и эту нашу идею мы не смогли воплотить. Но даже без этого мультимедийного стола экспозиция достаточно полная, она полностью переформатирована, потому что предыдущие выставочные проекты о Великой Отечественной войне, они немножко по-другому были представлены. Здесь мы сконцентрировали внимание наших зрителей, гостей на историю Щелкова в годы войны, будем так говорить. Непосредственно, как жил тыловой город, как жили люди, какие части формировались, об ополчении, о Чикаловском аэродроме. Но я думаю, что все-таки мы сможем в следующем году реализовать нашу задумку с вот этой большим мультимедией. Подготовку мы не остановили, мы все равно ведем, собираем материалы, оцифровываем, работаем с нашим фондом. и вот эта дата послужила такой некой отправной точкой для того, чтобы сформировать списки всех уроженцев и всех жителей Щелковского района, которые ушли на войну, будем так таким языком скажем, прицепив к имени, фамилии все те документы, которые находятся у нас в фонде. Фотографии, например, все, что есть собрать по каждой фамилии именно из фонда. Но кроме этого мы сотрудничаем с Щелковским военкоматом на предмет запросов наших жителей, потому что их очень много, о своих родственниках постоянно с военкоматом работаем на предмет подтверждения данных или уточнения данных. Это тоже очень большая кропотливая работа, которая сейчас отдел хранения у нас занята. И очень хорошо, что вот такие даты памятные дают такой толчок такому самосознанию патриотическому жителей вспомнить о своих дедах, может, какую-то найти информацию. датам. Мне кажется, сейчас все больше и больше эта информация востребована не только к датам, как-то вот на более постоянной основе люди уже не только вспоминают о ветеранах своих и чужих к 9 мая, к 23 февраля, но и весь год. Хотя, безусловно, основные проекты, они, конечно, приурочены к значимым круглым датам. Сквашусь. Ну, спасибо, в любом случае, спасибо за интересы вам, за работу. Наташ, с твоего позволения, я немножко от дел музейных отойду и одну тему предлагаю тебе коротенько, насколько это возможно, обсудить более глобальную. Я всегда говорю, что главный экспонат Щелковского историко-кровеческого музея, у меня так всегда оказалось, это его здание. Одно из немногих-немногих старых, старинных даже зданий, которые остались в Щелкове. Вот смотри, за год практически уничтожены все фабричные постройки на бывшей территории этих надков. Есть перестроенные здания, в частности, для Совета депутатов, есть казарма в Первом Советском, которая в непонятном состоянии, что с ней будет, тоже непонятно. Что происходит? Как нам в Щелкове можно зацепиться за те небольшие островки культурного наследия, архитектурного наследия, которые еще остались? Наверняка ты думала об этом и обсуждала, и я предлагаю нам сегодня на обсуждение в эфире вынести. Это такое много очень времени нужно, чтобы это обсуждать. Я здесь скажу свою точку зрения, потому что я не боюсь ее высказывать. я считаю уничтожение старых построек, в том числе и фабричных, это в некоторой степени варварство. Потому что есть куча примеров и в Европе, и в нашей прекрасной столице, городе Москве, городе Москва, где эти здания сохраняются целыми комплексами и перепрофилируются, и становятся пригодными для современных потребностей жителей. И ведь был проект тоже Алексея Воробьева о создании театрального комплекса, в том числе и с жилыми зданиями, в том числе и с высотными зданиями на фабрике техноткань. И конечно, фабрику техноткань мы уже не спасем. Слава Богу, остались отдельные здания. Одно здание казармы. Это предприниматель Александр Владимирович сохранил. Спасибо ему за то, что он сохранил это здание, что он разрешает посещать внутри открытые вот эти интересные кирпичные стены, потолки. Сейчас я знаю, что и подвал они хотят показать. Но, к сожалению, мы видим еще одно старинное здание, которое находится в центре, у нас рядом с мостом. Бывшее здание тоже фабричное. Сейчас им владеет Министерство внутренних дел, насколько я знаю. Бывшие вытрезители его последнее, что в нем располагалось, это прекрасное место в центре города, проходное место, начинается пешеходная зона, но это здание вот прям просится, чтобы его музеифицировали. И в нашем городе, к сожалению, в нашем районе есть такая вещь, которая мне непонятна, почему у нас не возникает частных музеев. старые города, я, конечно, понимаю, что их посещает поток туристов, и там такая благодатная почва для создания частных музеев, частных партнерств. Но мы могли бы предпринять такой шаг и предоставить здание для вот этого частного музейного партнерства. Тем более, тема прекрасная. У нас история от качества, практически. Вот музей от качества от древнейших времен до советского времени. Кому называть-то? Хотя бы на местном уровне к депутатам? Они, я знаю, некоторые очень болезненно тоже воспринимают происходящее. к ним, они ответственные люди, они взяли на себя власть. Мне кажется, можно и к ним обратиться. Можно обратиться в нашу администрацию. Мне кажется, тоже мы найдем отклик. Просто, как любой директор, я считаю, что прежде чем обращаться, надо составить проект полный. Что мы ожидаем от этого здания и от других зданий? А не просто бороться за него, чтобы просто сохранить? Надо знать, что мы хотим дальнейшим. Хотя бы, чтобы его передали в муниципальную собственность. Или в какую-то иную форму собственности, но сейчас она в государственной собственности у МВД. Но этот вопрос все-таки должен обсуждаться с людьми, которые обладают властью и которым можно задавать эти вопросы. Стоит и наверняка тоже разрушается. И вот пока печальных последствий не произошло, надо как-то сохранить. Я согласна с тобой. Да, я согласна. Спасибо. У нас несколько минут до окончания эфира, а я тебя хочу спросить о планах. О планах по выставкам ты рассказала, но может быть есть какие-то еще новые проекты, которых наверняка в вашем творческом музейном коллективе присутствуют в избытке. Ну, так как времени у нас остается мало, я скажу в двух словах, что с 1 сентября мы планируем открыть детский творческий центр, где будут разработаны три направления русская традиционная культура, природа как источник жизни и вдохновения, экологическая такая направленность, познание природы и экспериментов в художественном творчестве. В этом центре будут работать как наши специалисты, так и приглашенные преподаватели, профессионалы. Занятия будут для разных групп детей, будут они разграничиваться по возрастам, эти группы. Цена платная, но цена умеренная, от 150 рублей до 300 рублей за участие в каждом занятии, плюс у нас будут поощрительные бонусы. Занятия будут проходить в экспозиции музея, какие-то отдельные комнаты. Планируется, кроме материала, который дается на мини-экскурсии, но экскурсия тоже будет необычная, еще и проведение различных мастер-классов. Часовое проведение мастер-классов и полчасовое экскурсионное путешествие по экспозиции. Это глобальный проект, над которым мы сейчас работаем и надеюсь, что он воплотится в жизнь. Также хотелось бы сказать, что продолжаем развивать направление музейного магазина и сейчас к некому такому завершению подошли концепции этого музейного магазина, то есть музейный магазин как продолжение экспозиции. И никаких китайских сувениров там не будет, будет исключительно та сувенирная продукция, которая будет создаваться нашими художниками или произведение искусства русского декоративно-прикладного творчества. Это в двух словах. То есть совершенно оригинальные сувениры, которых в киоске не купишь? И в каких других магазинах мы не купите точно. Только у нас. Но уже сейчас что-то у вас можно увидеть? Да. Мы уже потихоньку начали разрабатывать, потому что по щелчку уже ничего не происходит. Надо как-то было понять, какие компании будут с нами работать, какие компании нас устраивают по своему качеству производства, как осуществлять это, на какие средства производства этих сувениров, как законно их реализовывать, платить налоги и так далее и тому подобное. И последний вопрос. Коротко. Я тебе предлагаю заинтриговать немножко нашего зрителя. Ну не то, чтобы прямо на днях, но в мае будет отмечаться Международный день музеев традиционный и традиционная ваша одна из двух в году большая акция. Это Ночь музеев, плавно переходящая в день, вернее, наоборот, День музеев, плавно переходящий в ночь. Какие задумки? Во-первых, это будет 16 мая, суббота, субботний день. Кроме бесплатных экскурсий по улицам нашего города и экскурсий в музеи у нас будут два больших мероприятий. Это творческая встреча с художниками и концерт на площади рок-группы. В этом году наша... Это что-то новое. Да, это такое молодежное... Не новое, но от имени музея. Молодежное направление. Комитет культуры и туризма, по культуре и туризму администрации городского округа Щелково нас поддерживает. Они нам помогут и со сценой, и с организацией этого крупного мероприятия. Я уверена, помогут. Все наши начинания поддерживаются. Спасибо большое. Я тоже хочу тебе пожелать, чтобы все планы реализовались. Спасибо большое, что пришла сегодня. Директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова была у нас сегодня в эфире. А вам спасибо, что смотрели. Всего доброго. Оставайтесь на Щелковском. Нам важен ваш интерес. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин